всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я покажу вам пустые баночки которые у меня закончились за сентябрь правда уже такое видео у меня выходило ну все равно кое-что закончилось поэтому покажу и поскорее выброшу не хочу просто все это дело копить закончился у меня от марки каждый день дезодорант с цветочным ароматом он у меня уже давно здесь объем 150 миллилитров но я покупала года наверно года полтора-два назад таким дезодорантом я пользуюсь только летом в очень сильную жару когда сижу дома и понимаю что в любом случае там раз хотя бы в час бегаешь в душ вот на такие моменты этот дезодорант просто отличный конечно у него запах довольно таки химозный но во-первых в целом он защищает он по сути дела не на час не на два защищает тем более что у меня слава богу не повышенное фотоотделение так что для меня это вообще нормальный дезодорант но на постоянку я все равно предпочитаю дезодорант adidas шариковый но просто когда понимаешь что все равно через час побежишь душ какой смысл наносить что-то более дорогое когда можно обойтись вот этим прекрасно защищал нормально у меня был такой еще с каким-то ароматом но этот по моему аромат все таки получше как именно по мне но и уже не первое не первый флакончик возможно даже в ближайшее время повторю пусть стоит стоит недорого как всегда один раз в два месяца я подкрашиваю волосы краской faberlic эксперт оттенок 74 краска тоже классная наносится на немытые волосы как написано в инструкции тогда цвет более яркий более такой насыщенный и ну чаще всего я не использую бальзам который здесь дается он очень хороший но вот я была не права потому что когда по первости я использовала все таки бальзам не забывала то краска как и сказано в инструкции более стойкая как бы запечатывает цвет мне краска нравится но вообще все зависит от оттенков насколько я знаю то есть тоже вот вот этот мне лично мне подходит и вообще хороший мама черным цветом пользовалась 10 ей тоже все подходило какой-то вот оттенок он реально я не знаю что там в составе жалуются что волосы как-то портит но в любом случае но еще и к тому же все разные поэтому надо все на себе к сожалению пробовать следующее мыло у меня закончилась от faberlic оранжерея и лес и папоротник это крем мыло в объеме 200 миллилитров очень красивое оформление давно стояла у меня в запасе и вот наконец-то я решила его использовать вот в этой серии спреи мне для тела не нравится потому что они не содержат спирта и виды изменяются и со временем и когда на тело наносишь например но мыло гели очень хорошие это мыло прям белая я в дозатор вылила но просто этот бутылек очень красивый конечно но у меня в ванной дозатор еще более красивый там со всякими камушками внутри листочками поэтому да кстати там похожие немножко листочки но не совсем но в любом случае аромат очень нежный такой кремовый косметический но именно с цветочными нотками мыло faberlic она вообще все хорошего качества и не сушит руки хорошо очищает закончился гель для душа от и сана витамины и йогурт здесь вообще преобладает цитрусовые нотки и что приятно это действительно цитрус а не какие-то грибные ноты вот у faberlic и еще какие-то марки у них апельсин лимон и тому подобные имеют вот запах грибов я не против запаха грибов но все таки тогда это должно быть соответственное оформление и заявлено что будет пахнуть грибами для прикола можно купить и пользоваться а когда ты видишь фрукты и чувствуешь совсем другой аромат это малоприятно здесь же вот действительно был цитрус но он такой не яркий собственно именно яркости аромата мне не хватало а там каких-то молочных ноток йогурта я не ощутила я с ним не мелочилась потому что в общем я люблю чтобы аромат был на всю ванную комнату а так хороший гель лично мне кожу не сушил но это мне то есть там уж как у кого не знаю очередной спрей от его начерл закончился крапива и лопух в объеме 150 миллилитров прекрасный спрей я не знаю как насчет укрепления но то что облегчает расчесывание это точно очень приятно пахнет ну понятно что потом аромат выветривается очень приятная упаковка такая антистресс этикетка короче классный спрей уже не знаю сколько раз я покупала и сейчас вот этот вот в пустышки новые поставила в использовании и в общем то в дальнейшем буду покупать следующее что закончилось точнее там еще на один раз я даже разрежу тюбик это крем для рук от и фраше пюрарника оля огромное спасибо за подарок я как раз и в питере им начала пользоваться но когда сюда приехала периодически его брала в использовании но все-таки добивала другой крем который у меня тут стоял а вот весь сентябрь это уже прям по плану был этот крем руки к нему постоянно тянулись у меня вообще руки не проблемные поэтому ну как бы в теории вообще могу не пользоваться кремом но понятное дело с возрастом когда тебе уже там скажем 35 плюс лучше за руками вообще за кожей ухаживать дабы подольше сохранить нормальный вид поэтому все-таки крем это не только питание увлажнения но это еще и массаж поэтому я пользуюсь здесь мне безумно нравится аромат он не напоминает еще вот пюр камель ну там есть общие нотки и упаковка такая знаете тюбик и красивые приятные на ощупь в общем здорово и кстати говоря со своей задачей прекрасно справлялся то есть ухаживал за кожей рук когда я подобью все свои запасы у меня их просто очень много то скорее всего обращу внимание либо на такой крем либо что-то из этой серии потому что очень хорошие в принципе могу посоветовать здесь объем ну наверное до 75 миллилитров пахнет реально немножко нотки арники вообще вот серия пюр что арника что ромашка мне напоминает какой-то крем из детства он был по моему я могу ошибаться но мне кажется банка была какая-то пластиковая тоже такая шайба там низ был белая крышка розовая но вот что это за крем я не знаю но ароматы весьма похожи следующее что я вам сейчас покажу это такое достать ну пусть будет упаковочка из-под патчей я пока выбрасываю только коробку заказывала на вагере здесь 60 штук 30 пар и цена 195 кажется рублей ну в общем то для патчет довольно бюджетно качество знаете такое здесь коробочка ложечка все дела они хорошо пропитаны единственное что ну рвутся хотя не критично то есть я как бы с ними аккуратно обращаюсь у меня никаких проблем нет есть один косяк то что они по толщине разные есть очень тонкие попадаются есть потолще я не знаю чем это связано конечно это такой косяк бюджетного варианта многие жаловались что патчи сползают на самом деле у меня есть такие патчи которые реально не сползают у этих да есть такой минус но они сползают в первые минут пять так что если их нанести как минимум посидеть то дальше можно с ними и ходить и заниматься спортом и никаких проблем не будет наносят такие патчи ну в идеале час-два носить их здесь где-то по моему если я не ошибаюсь написано до до 12 часов их можно носить но они дают в общем то что увлажнение такое хорошее что касается отеков то ну тут все зависит от чего отеки поэтому если ничего там серьезного то ну процентов на 75 может быть чуть побольше убирают если там что-то посерьезнее то конечно они с этим не справятся что касается мелких мимических вот этих морщинок но первый раз я заметила что они как бы ну стали менее заметными так вроде ничего особенного но скорее всего я может быть покупку и повторю но они дороже 200 рублей я просто у меня есть из китая патчи но с алиэкспресс такие в упаковках в отдельных но я их в основном берегу на какой-то случай потому что там независимо от чего отеки сто процентов они их убирают но опять же я же не знаю что там в составе поэтому мне тоже подруга посоветовала не баловаться ими постоянно упаковка из-под крема карина вы знаете это мой регулярный постоянный уход обожаю этот крем потому что он предотвращает и всякие высыпания если что-то появилось как бы помогает справиться и лицо увлажняет но единственный минус что вот такая металлическая туба поэтому я сразу выдавливаю в баночку крем у него довольно яркий ретро аромат но он быстро выветривается на мне он к тому же нравится супер могу посоветовать попробовать но и единственное перебарщивать не надо тогда не будет липкости но если будет то минут через 10-15 пройдет закончился у меня бальзам лакомка апельсиновый смузи вот такая вот прелесть но это детский бальзам там хороший насколько я помню состав пахнет газировкой помада сладкая и это тот редкий случай когда у меня помада ушла опять же та же тема что и крем для рук я могу не пользоваться гигиеничками опять же понимаю что с возрастом лучше ими пользоваться чтоб как бы губы тоже были в нормальном состоянии но мне абсолютно неинтересно пользоваться какими-то обычными гигиеничками ну вот мне дарили локситан я обожаю эту марку но у меня идет это все только зимой собственно от фаберлик много бальзамов они хорошие но вот это меня все зацепило больше и действительно меньше чем за месяц закончилась там буквально осталось чуть-чуть вот но это я сегодня использую и мне нравится то что она легко наносится быстро тает хотя это же и минус потому что она может ломаться вот и мне нравится то что там вот скошенный край как у помады как это и принято они вот такая часть следующее что закончилось это крем белоручка нежная кожа гипоаллергенный восстанавливает увлажняет очень сухую чувствительную кожу вот я как раз сначала использовала белоручку а потом перешла к и фраше ну мне честно говоря не совсем зашел аромат но нравится упаковка нравится действие хотя крем был достаточно жидкий но со своей задачей справлялся на ура поэтому в целом могу похвалить но покупку конкретно данного варианта повторять точно не буду но у меня есть и другие варианты которые еще имеют очень приятный аромат следующее это так сейчас минуточку закончились у меня вот такие китайские прокладки я знаю многим эта тема не очень многие не любят в кадре такие упаковки но мне как бы все равно я не вижу в этом ничего плохого прокладки хорошие я их правда использовала чисто как профилактика они помогают от массы болезней причем реально помогают насколько я знаю но у меня слава богу все нормально просто я именно как профилактику использую каждая прокладка вот в такой упаковке там пропитка они вообще такого ну вот как чай если заварить вот такого цвета прокладка она даже немножко влажная и от 1 часа до 6 часов на коже ощущается холодок носит их 24 часа потом меняют вот здесь 10 штук это как бы курс там больше но опять же это когда человек что-то хочет вылечить а я чисто так на всякий случай упаковка стоила такая 450 рублей в магазине русские корни можно купить еще на озоне и на волдылись ну на волдылись такая средняя цена на зоне самая по-моему дорогая вот так хорошая штука и вообще я признаю только китайскую медицину также аюрведу гомеопатию и не признаю вот эту традиционную нашу всякую медицину вообще никак никаким образом закончились у меня ватные диски марки каждый день 120 штук именно 120 штук они с эффектом прошитого края хотя 80 штук кто знает может быть они сейчас тоже стали делать хорошие ватные диски они абсолютно приятные кожи они не расползаются ничего с ними не происходит я как бы довольно также выбрасываю упаковку из поднакладных ногтей фикс прайс вот в этот раз попались ногти не очень хорошей формы точнее форма нормальная но размеры у меня стандартная ногтевая пластина и мне большинство ногтей кроме как essence потому что они для нестандартного ногтевой пластины вот мне все подходит здесь было подобрать сложно и из 24 штук обычно всегда еще остается что-то на смену и только там может быть ногтя 4 выбрасываешь потому что они огромные здесь же получилось так что хватило впритык и все остальное можно сразу бросать в помойку такой иногда к сожалению случается но вообще ногти из фикс прайс хорошие но раньше была более качественная липучка да не такая крутая как на оригинале но все-таки достойная сейчас хуже но я использую клей тут случайно нашла в ванной упаковку из-под вот этих вот лезвий косме ну вообще качество станков сейчас стало очень плохим да они одноразовые но раньше по факту каждым станком можно пользоваться по нескольку раз и чуть ли не месяц а сейчас к сожалению качество ухудшилось но на данный момент у меня станки марки каждый день я их всегда обходила стороной потому что когда-то купила и качество было ужасным они вообще просто все были тупые но как-то я тут поехала ваша мне потребовались лезвия и полки были вообще полупустые остались либо очень дорогие либо вот за 38 рублей 5 штук ашан каждый день но я взяла на свой страх и риск и они оказались замечательные и работают не один раз также вот как раз таки от краски faberlic бальзам сейчас он выглядит вот так и я когда окрашивала волосы использовала сразу 2 это вот вариант старый но это одно и то же просто волосы длинные я решила что пусть будет сразу 2 что еще тут носовые платочки марки каждый день они очень мягкие хорошие и стоит дешево я их использую как и по прямому назначению в сумке нашу так и вот здесь для творчества растирать сухую пастель мне очень нравится также что еще у меня здесь имеется в чем-то испачкалась закончился у меня экстракт алоэ жидкий вот такая ампулка я в крем добавляла вечер для того чтобы он стал еще более таким насыщенным и хорошим но при этом более жидким и еще закончился клей для ногтей от фарс с витаминами но это такое старый образец но вернее к не то что старый но просто раньше например всегда продавались такие вот тюбики без кисточки это конечно не очень удобно но пользоваться можно косметики фарс я отношусь очень хорошо она классная клей был нормальным знаете таким средненьким просто здесь заявлены витамины и я по своему многолетнему опыту где-то 20-летнему использование накладных ногтей могу сказать что все что с витаминами клея они как как бы клей более слабый вот и выкидываю клей еще вот такой вот он постоянно здесь затирается он у меня наполовине засох вообще странное дело но при этом здесь хорошая кисточка сам клей качественный в принципе устойчивая устойчивый флакончик и если все-таки он падает то клей не выливается можно успеть его все-таки поставить обратно и когда вот кисточку там вытаскиваешь потом закрываешь вот здесь вот не скапливается ничего потому что есть казалось бы с виду такие флакончики но все будет в клею ну что ж это все что я хотела вам показать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр всем пока пока